МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья мои, а знаете ли вы, какое самое главное событие этого года? Каникулы? Ну, каникулы бывают каждое лето. Правильно. А что происходит один раз в 4 года? Мне мама говорила, это, наверное, Олимпиады. Совершенно верно! В этом году прошла летняя Олимпиада в Лондоне. В ней приняло участие более 200 стран, и каждая из них представила свою олимпийскую команду и свой национальный флаг. Был среди них и флаг Казахстана. Мне кажется, что наш казахстанский флаг самый красивый, потому что мой любимый цвет – это бирюзовый, и на нем нарисовано солнце. Кстати, цвет и рисунок на флаге может многое рассказать, например, об истории или традициях народа, и даже о том, о чем он мечтает. И все это там зашифровано? Вот именно! Зашифровано! Есть даже целая наука, которая изучает флаги. Она называется вексилология. А что можно сказать, глядя на наш казахстанский флаг? А ответ на этот вопрос мы узнаем, путешествуя по нашей стране знаний. Наш главный символ был принят 4 июня 1993 года, после объявления республикой независимости. Но прежде чем появился казахстанский флаг, был объявлен конкурс. Лучшим признали рисунок Шакена Неязова. Правда, этот рисунок немного изменили. Например, вместо красного орнамента выбрали золотистый. В итоге орнамент получился одного цвета с солнцем и орлом. Основной цвет флага – голубой. Степники жили в юртах, и в них через шанарак было всегда видно голубое небо. Под этим небом наши предки появлялись на свет, жили, работали, радовались и печалились. Суровые условия жизни заставляли их все делать сообща. Поэтому голубой цвет на нашем флаге символизирует мир и единство в стране. На голубом фоне в центре флага изображено солнце. А солнце – источник жизни, энергии, символ изобилия и богатства. Все 32 луча солнца в флаге имеют форму зерна. Они означают благополучие. Под солнцем парит беркут. Для наших предков орел означает свободу и простор, высоту и мудрость. А на флаге силуэт этой птицы еще символизирует истремление Казахстана стать одной из развитых стран мира. В левой стороне флага расположен национальный орнамент. Он называется башкар-мюис – бараньи рога. И олицетворяет культуру и традиции нашей республики. Казахстанский флаг – главная визитная карточка страны. Под ним наши делегации представляют республику за границей. Казахстанские альпинисты водружают его в честь завоеванной вершины. А еще национальный флаг поднимают на соревнованиях, когда побеждают наши спортсмены. Самый большой флаг в Казахстане установлен в Астане. Высота его древка – 35-этажный дом. А размер полотнища таков, что на нем можно разместить 100 легковых автомобилей. Особенно много флагов можно увидеть 4 июня, в день государственных символов, и 24 августа, когда наша страна отмечает день флага. Но о главном символе республики надо помнить не только в празднике, но и в будни. Ведь уважение к флагу – это гордость за свою страну, за ее историю. Мне звонила вчера тетя и сказала, что у них в Сибири сейчас очень холодно. Вот да нагреть всю планету, чтобы всегда и везде было солнечно и тепло. Ты что? Разве можно нагреть всю планету? Знаешь, Диана, нагреть всю планету можно, но, к сожалению, от этого всем станет только хуже. Я про это уже слышала. Это называется глобальным потеплением. А из-за чего это происходит? Вот смотри, Диана, видишь, над городом сизая дымка. Это вредные выбросы. Когда их очень много, они не только загрязняют воздух, но еще и вызывают парниковый эффект. А что это за эффект? А это мы сейчас и узнаем. Парниковый эффект можно сравнить с работой теплицы или парника. Они сверху покрыты пленкой или стеклом. И эти материалы пропускают солнечные лучи, которые нагревают теплицу. И это тепло обратно выйти не может. Оно накапливается, и температура в теплице повышается. Кстати, именно отсюда и пошло название парникового эффекта. В масштабах Земли роль стекла и пленки играет углекислый газ. Световая энергия проникает сквозь атмосферу и поглощается поверхностью планеты. Взамен выделяется тепловое излучение. Именно его и поглощает углекислый газ. При этом сам газ нагревается и в конечном итоге нагревает всю земную атмосферу. Такое потепление для Земли очень опасно. Потому что начинают быстро таять мировые ледники. И места, где царила вечная зима, преображаются, покрываются водой. Изменение климата сильно отразится и на жизни некоторых животных. Если растают полярные льды, им негде будет жить. Человек тоже пострадает. От повышения уровня воды в мировом океане случаются тайфуны, цунами, наводнения. Эти катастрофы разрушают города, деревни, уносят жизни людей. И в то же время в некоторых уголках Земли наступает засуха. А без дождей человек не может выращивать урожаи. Возникает угроза голода и болезней. Ученые считают, что в таком резком изменении климата виноваты сами люди. Потому что мы загрязняем атмосферу своими заводами, угольными электростанциями, автомобилями. Если будет так продолжаться, произойдет катастрофа. И имя этой катастрофы – глобальное потепление. Глобальное означает очень большое в масштабах всей Земли. Чтобы этого не случилось, каждый из нас должен внести свой вклад в сохранение здоровья нашей планеты. Это не так сложно. Надо просто не оставлять без необходимости включенными свет, телевизор, компьютер и кондиционер. Экономить воду, тепло и бумагу. Потому что бумага делается из леса. А лес – это легкие нашей Земли. И тогда мы будем заняты в большом и полезном деле – сохранении климата нашей планеты. Теперь я не хочу, чтобы вся планета нагрелась и у нас была засуха. Или наоборот – реки вышли из берегов и затопили все вокруг. Да уж, пусть реки остаются такими, какими они есть и приносят людям пользу. А знаете ли вы, какую пользу приносят реки? Ну это просто. Они несут воду всему живому. И неживому тоже. Они питают озера, моря и даже целые океаны, чтобы тени пересохли. Совершенно верно. Но и это еще не все. Еще реки помогают вырабатывать электрический топ. Разве из воды можно добывать электричество? Но только не из самой реки, а с помощью ее воды. Тайное электричество было раскрыто в 17 веке. А уже в 19-м человек научился получать электрическую энергию. Ту самую энергию, которую мы сегодня используем для освещения, передачи информации, осуществления движения, использования техники и оборудования. Гидроэлектростанции, сокращенно ГЭС, строятся на местах падения рек. Например, Мойнакская ГЭС стоит на горной реке Чарын в Алматинской области. Это уникальное сооружение возводилось в несколько этапов. Только на строительство плотины ушло 5 лет. Потому что она громадных размеров. Ее высота с 15-этажный дом. Общая площадь ГЭС настолько велика, что здесь легко смогли бы разместиться сразу 15 футбольных полей. Мойнакская ГЭС работает по деривационному методу. Здесь используется естественный уклон горной реки. Суть этого метода заключается в следующем. Плотина сдерживает напор большого объема воды и по мере необходимости пропускает ее в тоннель. Попадая в тоннель, его глубина 58 метров, а длина свыше 9 километров, вода набирает скорость до 73 метров в минуту. Такой эффект достигается за счет сужения пространства тоннеля. Сила воды дает толчок турбине, которая преобразует кинетическую энергию воды в механическую. Кинетическая энергия – это энергия тела в состоянии движения. А механическая – это энергия, которую можно сохранить и превратить в электрическую. Это чудесное превращение происходит в гидроагрегатах. Они расположены в главном здании гидроэлектростанции, точнее под ним. Гидроагрегаты состоят из турбины, генератора и системы автоматического управления. Чтобы водоем не переполнился, ставят контррегулятор. Он регулирует уровень воды. С чем ее можно сравнить? С обычной ванной, которая есть в наших домах. В ней сбоку находится специальный слив. Он подстраховывает уровень воды на допустимой отметке. На Мойнакской ГЭС контррегулятор обеспечивает равномерный спуск воды в русло реки Чарейн. Он замедляет мощный водный поток и затем пропускает его через водоприемы. Полученная электроэнергия поступает на распределительные подстанции. И оттуда электричество отправляется по назначению на заводы, фабрики, школы, больницы, наши дома. Чтобы люди в городах и селах могли комфортно работать и жить. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Звенестоящие цветы могут путешествовать по свету. Конечно, могут. Вот посмотри в нашу волшебную подзорную трубу. Что ты там видишь? Ух ты! А я вижу горы и много-много разноцветных тюльпанов. А теперь ты, София, попробуй. Что видно? Ой, а я вижу горы и на них лежит снег. И на лугу тоже растут тюльпаны. И те, и другие тюльпаны – близкие родственники между собой. Но не такие близкие, как вы, София и Диана. А вот что их объединяет и как могут цветы путешествовать по свету, подскажет наша страна знаний. Природный дом тюльпанов – Центральная Азия. Откуда именно началось их самое первое путешествие, не установлено. Поэтому на роль исторической родины этих цветов претендуют многие страны – Турция, Иран, Таджикистан, Казахстан. Из истории тюльпанов точно известно вот что. Название цветов происходит от турецкого слова «дульбаш». Самая древняя находка с изображением этого цветка хранится в Казахстане. Это золотые пластины с орнаментом в форме тюльпанов. Им более двух тысяч лет. И еще известно, что в Европу тюльпан попал из Турции. И произошло это так. Посланник Австрии, который в 16 веке служил при дворе султана Сулеймана Великого, отправил из Стамбула в Вену луковицы и семена тюльпанов. Из Австрии их привезли в Голландию. Там ботаники прилагали много усилий, чтобы вывезти садовые сорта. А потом их размножали и распределяли по всей Голландии. Некоторые сорта ценились как золото. И стоили так много, что на них можно было купить целый корабль. Но со временем к тюльпанам привыкли, и они перестали цениться так дорого. И только ученые не утратили интереса к новым видам этих цветов. Как только ботаники находили новый тюльпан, он сразу становился предметом большого внимания. Так произошло и в середине 19 века. В западный Теньшань, сегодня это территория Жамбылдской и Южно-Казахстанской областей, отправилась секретная экспедиция царской России. В этой экспедиции участвовал директор императорского ботанического сада профессор Регель. Перед ним стояла задача найти новую разновидность тюльпана, чтобы потом из нее вывести хороший садовый сорт. И это открытие состоялось. В одной предгорной долине Регель видел тюльпан фантастической красоты. Цветок был очень яркий, блестящий и невероятно крупный, размером с чайную чашку. Листья этого тюльпана украшали темно-фиолетовые крапинки. Новый вид в честь президента Российского общества садоводов назвали тюльпан Грейга. Сегодня этот цветок за необыкновенную красоту называют королевским тюльпаном. На основе тюльпана Грейга селекционеры получили около 300 новых садовых сортов. Так что сегодня об этом цветке и его родине Казахстане знает весь мир. Тюльпан Грейга – эндемик. Это означает, что он произрастает только в нашей республике и нигде больше. И таких эндемичных тюльпанов у нас представлено 12 видов. А всего в Казахстане произрастает 30 разновидностей дикорастущих тюльпанов. Многие из них занесены в Красную книгу Казахстана и охраняются государством. Это означает, что эти цветы нельзя рвать. И зачем это делать, если есть садовые сорта тюльпанов, которые выращиваются в специальных оранжереях? А дикие тюльпаны пусть растут среди живой природы. Там им легко и привольно дышится. Ведь мы тоже всегда чувствуем себя лучше в родном доме, где о нас заботятся. Какая интересная у тюльпанов история. А мне кажется, что в нашей стране знаний все интересно. И таких путешествий у нас еще будет много. На следующей неделе нас ждет новый, не менее увлекательный маршрут. Так что не пропускайте. Пока-пока! Сколько сокровищ в Москве в глубине, Много легоньких цепей на луне. Как происходит добыча руды, Что предвещают фантастов труды. Знания каждому в жизни нужны, Стань открывателем знаний страны. Это для всех и на все времена лучшая в мире страна. Знания каждому в жизни нужны, Стань открывателем знаний страны. Это для всех и на все времена лучшая в мире страна. Знания каждому в жизни нужны Стань открывателем знаний страны Это для всех и на все времена Лучшая в мире страна